Всем привет! Продолжаем знакомиться с C++17. И сейчас мы разберем, что такое атрибут noDiscard, для чего он используется. То есть noDiscard, новый атрибут, который используется для того, чтобы обозначить, что возвращаемое значение функции должно быть обязательно использовано при вызове. Вот. Очень удобная штука, которая позволяет нам уменьшить количество потенциальных ошибок. Ну, к примеру, смотрите, очень удобно это использовать тогда, когда функции какие-то, к примеру, возвращают объекты. Когда конструируют какие-то объекты, когда функции возвращают указатели. Ну, когда то, что функция возвращает, обязательно должно быть использовано. Вот, смотрите, вот такой пример. К примеру, вот такая функция createIntValue. Она может называться как-то по-другому. То есть из этого названия мы можем, конечно, прикинуть, что она что-то создает. А если что-то создает, значит, что-то возвращает. Но ничего не мешает программисту сделать вот такую ошибку createIntValue. В данном случае просто заходит там целочисленное значение, а идет возврат уже умного указателя. Вот. Либо, либо, либо. Второй пример потом рассмотрим. Так. Соответственно, это потенциальная ошибка. Может так же быть, что, к примеру, функция там с чистым указателем. Опять-таки там value, кто-то его так вот назвал. А вот здесь мы return newInt. Так, так. И, соответственно, здесь я вызываю value. Ну, к примеру, да. То есть эти названия могут быть другие. Соответственно, вы, работая с этими функциями, мы можем даже сюда что-то передавать. Функция может даже что-то делать. Но она что-то возвращает то, что важно. На ваш взгляд, как разработчика. И вы хотите об этом сказать другому разработчику. Вот. Для этого мы добавляем вот такой вот атрибут. NoDiscard. Перед функцией. И вот здесь добавим. И теперь давайте пересоберем. Как мы видим, мы получаем предупреждение компилятора. А если мы еще включим, включим, включим вот это вот добро. Вот это вот добро. Скажем, что любое предупреждение это как ошибка. То мы получим две ошибки. Что заставит другого разработчика, вашей команде, либо не вашей, который пользуется вашим кодом, что читать это возвращаемое значение. Очень удобная и классная штука. Далее. Ну, давайте я закомментирую, чтобы у нас следующий пример разобрался. Вот этот NoDiscard можно еще применять к типам данных. К примеру, вот у нас есть тип данных какой-то свой собственный. То есть к структурам, к классам и к перечислению. Мы можем указать, что для всех функций, которые возвращают вот этот вот тип, нужно обязательно читать значения. Может быть вот так вот, фу а, даже вот так вот, фу б, фу а и так далее. Этих функций вообще в системе очень много может быть. И вы можете за всеми не уследить. Но вы можете четко указать, что если хоть какая-то функция возвращает данные вот этого типа, то эти данные должны быть прочитаны. Как это сделать, сейчас вы увидите. То же самое относится и к перечислениям. Ну, про перечисления я здесь уже не делал. Вы это, я думаю, сделаете сами. Так, так. Теперь опять собираем. То есть вот эти функции могут находиться где-то в других модулях. Так, и что же нам надо сделать? Нам надо поставить вот этот NoDiscard после ключевого слова struct. И перед именем, к примеру. Или класс тот может быть. Вот. Теперь мы указали все функции, которые возражают данные этого типа. Точнее все, кто вызывает функции, которые возвращают данные вот этого типа, должны прочитать возвращаемые значения. Давайте попробуем собрать. Что мы получаем? Две ошибки. То есть компилятор нам говорит, ты игнорируешь возвращаемые значения. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так нельзя делать. Вот. То же самое, как я уже сказал, применяется и к перечислениям. Вот. Очень удобная штука. Очень. Ну, много всего удобного в C++17. Но это, подчеркиваю, классная штука, чтобы заставить других разработчиков не игнорировать те правила, которые вы там создавали. Да? Ту логику, которую вы создавали. И т.д. и т.п. Ну, в принципе, все. То есть по этому атрибуту все. И на сегодня все. Поэтому всем спасибо за внимание. То есть я буду стараться ролики делать покороче и пообъемнее. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся. Делимся. Комментируем. Задаем вопросы. Специальные рубрики для этого. Жмем колокольчик. И все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok